В эфире новости Юргу. О том, что происходит в нашем университете и за его пределами, мы расскажем прямо сейчас. В студии Евгений Погодаев. Здравствуйте! 4 недели, 4 партнера и 17 команд. Состоялось открытие юбилейного международного фестиваля маркетинга «Зеленое яблоко». С 4 по 29 апреля на базе Юргу проходит международный фестиваль маркетинга «Зеленое яблоко». В мероприятии приняли участие 17 студенческих команд. Перед началом конкурса каждая из них представила себя, рассказала о своих сильных сторонах и поделилась ожиданиями от фестиваля. Кейсы между участниками были распределены с помощью жеребьевки. Наша команда состоит из 9 человек. Мы лично ассоциируемся с мишариками. Мы об этом рассказывали на визитке, скажем так, команды. Мы очень амбициозные, энергичные ребята. Я надеюсь, это нам поможет и сыграет на руку. Честно, я лично совсем не имею представления, какие это будут кейсы. Но мы решали разные кейсы во время пар, поэтому я думаю, мы справимся. Первое задание фестиваля – командный конкурс «Лаборатория маркетинговых решений». В его рамках партнеры «Зеленого яблока» представили свои кейсы, которые предстоит решить участникам мероприятия. В этом году среди партнеров компании «Голос Девелопмент», «Жизнь Март», Белорусская государственная сельскохозяйственная академия и благотворительный фонд «Рожденное побеждать». Основной нашей деятельностью является социализация, ресоциализация женщин с инвалидностью. И на седьмой год реализации наших проектов хотелось бы увидеть нечто новое со стороны молодых, талантливых ребят. Несмотря на то, что тема непростая, далеко не простая, она глубокая, но вот в том-то и состоит задача, чтобы вот эту глубокую нашу тему передать с возможной легкостью. В этом году фестиваль «Зеленое яблоко» отмечает 20-летний юбилей. Организатором мероприятия выступает кафедра менеджмента Высшей школы экономики и управления ЮРГУ. Естественно, ты проявляешь себя, ты показываешь себя, ты показываешь, насколько ты умен, креативен, насколько ты способен решать практические задачи, которые перед тобой ставят. Это безусловно, это естественно. Ну и понимаете, здесь еще дух соревнования друг с другом. Не только желание показать себя потенциальным работодателем, но и проявить себя перед условно себе подобными такими же студентами. Фестиваль «Зеленое яблоко» дает студентам возможность повысить свои навыки в области маркетинга и познакомиться с будущими работодателями. На протяжении четырех недель участникам предстоит решать различные маркетинговые задачи, участвовать в различных конкурсах и мастер-классах. Студенты ЮРГУ могут принять участие в акселераторе «Стартап-интенсив» для инновационно-внедренческих центров. Цель – поиск и привлечение партнеров к совместной деятельности с ИВЦ. Инновационная инфраструктура Уральского федерального университета проводит акселератор «Стартап-интенсив» для инновационно-внедренческих центров для молодых ученых и предпринимателей, команд технологических стартапов и инновационных компаний. Это возможность усовершенствовать и доработать собственный проект с помощью производственных мощностей ИВЦ, чтобы после предоставить заказчику готовый продукт. Для участия в программе приглашаются проекты, имеющие наличие макетного образца. Среди направлений – изделия в области теплообменного оборудования на основе оребренных поверхностей, сельского хозяйства, импортозамещений и резинотехнические, а также различные виды полимеров и композитных материалов, строительства, лазерные технологии сварки, электроника. В программе акселератора – курс консультаций по актуальным для стартапов вопросов, индивидуальной проработке проектов с трекерами, включая разработку дорожной карты проекта. Завершение акселератора – определение проектов, которые продолжат работу по адаптации и технического решения к производственным линиям ИВЦ для дальнейшего тиражирования и выхода на конечного заказчика. Отметим, что прием заявок продлится до 21 апреля. Акселерационная программа пройдет с 25 апреля по 21 июня 2023 года. 15 минут на то, чтобы заинтересовать аудиторию. Прошел батл «Ученый говорит», где студентам ЮРГУ рассказали о главных открытиях и актуальных идеях современной науки. В студенческом центре ЮРГУ прошло мероприятие от Российского общества «Знания». Молодые ученые России поделились главными открытиями и актуальными идеями в области современной науки. Самая главная цель – это, чтобы ребята познакомились с деятельностью деятелей науки нашей страны. Потому что действительно есть молодые ученые, которые уже многого достигли и могут легко, доступно и, главное, интересно поделиться своими знаниями и зарядить ребят на будущее погружение не только в научную деятельность, но и в более широкую разработку, возможно, создание чего-то нового, инновационного. Мероприятие проходило в форме батла между учеными из разных городов. Каждому спикеру предоставили 15 минут, чтобы заинтересовать аудиторию докладом. По итогу зрительских симпатий определили лучшего спикера. Такой формат более интересен, потому что видят соперничество, и выступающие стараются тоже выступить более интересно, более креативно. Спикеры подготовили доклады, что такое электричество, как никель изменит мир, один портрет типичного моногорода, вечная борьба человека с самим собой и гравитацией. Популяризация, она на самом деле о каждом из нас. И чем больше мы будем знать, тем больше мы будем задумываться, и тем более активными людьми в плане социума мы будем становиться. И я думаю, что это действительно важно как для школьников, так и для более старших людей, студентов, аспирантов и даже тех, кто уже не входит в наше такое подразделение молодежи, потому что популяризация, она на самом деле для всех. После лекций спикеров зрители могли задать интересующие их вопросы, а также лично пообщаться с учеными. Весенний пинг-понг 2023 В Южноуральском государственном университете прошли соревнования по настольному теннису. В соревнованиях по настольному теннису «Весенний пинг-понг 2023» приняли участие преподаватели и сотрудники университета, члены их семей, выпускники и ветераны вуза. Вероприятие приурочено к 80-летнему юбилею Юрку. Мы порядка 20 лет проводим соревнования регулярно в это время. Здесь же получается так, что мы приглашаем на соревнования наших выпускников, потом теннисистов из других организаций, но именно чтобы это были не молодые, а уже люди с определенным опытом. То есть у студентов свои соревнования, а у людей старшего возраста у них свои соревнования. Соревнования по настольному теннису проходили как для женщин, так и для мужчин. Участие в весеннем пинг-понге приняли опытные игроки. У каждого уже есть наработанная техника и свои фирменные приемы. Данный турнир для нас является, ну как бы, ежегодно, можно сказать. Мы постоянно участвуем, поэтому проблем участвовать, не участвовать не было. Это не основной вид спорта, который как бы был для меня определяющим. Спортивная гимнастика, теннис и футбол это были, ну будем говорить, развивающие виды спорта. Смотришь по сопернику, насколько он позволяет те или иные действия, а там уже определяешься, что интересует. Что ему будет неудобно, будем говорить в игре. Ежегодно в числе участников можно увидеть выпускников вуза. Раиля Жирякова – постоянный участник соревнований. У нее два образования. Одно – Челябинского политехнического института, а второе – Юргу. Она педагога по физической культуре сейчас. А тогда была инженером, работала на предприятии. Это было давно, но спортом люблю заниматься, поэтому регулярно участвую в этом турнире. Настольный теннис – за то, что он может принести успехи в любом возрасте. Участники весеннего пинг-понга не остались без поддержки болельщиков. Мы пришли поболеть за своих коллег и свою семью. За кого ты пришел болеть? За папа. А еще за кого? За русскую школу. Соревнования проводились в трех группах – дети, любители и профессионалы. Двойной праздник. Юргу отметил 20-летие юридического института и 30-летие юридической специальности в Южноуральском государственном университете. Юридический институт отпраздновал 30-летие. Торжественная часть началась возложения цветов к бюсту Юрия Даниловича Лившица, радоначальника юридического образования в Юргу. Около бюста слова в памяти профессорей сказали его ученики. Действительно, институту 30 лет. И надо сказать, что более 20 лет я провела с нашим институтом и застала его трансформацию от факультета экономики и права до юридического института. То есть те моменты, когда он был юридическим факультетом и нынешнего. И, конечно, он настолько вырос, что гордость берет невероятное. Это и преподавательский состав потрясающий, и студенты, и возможность развития студентов, возможность их развиваться не только в научном направлении, но и в практическом направлении. Это подтверждают проекты, которые сейчас реализуются. Но, тем не менее, те потрясающие традиции, которые были заложены основателем, в частности, Юрием Даниловичем Пившицем, Зинаидой Валентиновой Макаровой, к сожалению, уже ушедших от нас, и многих других преподавателей, так скажем, первой ступени становления, они до сих пор продолжаются, являются основополагающими и настолько потрясающе смельными, что это дает нам возможность гордиться тем, что мы здесь работаем и развивать. Юбилейная программа продолжилась в актовом зале ЮРГУ. На праздничном концерте с пожеланиями институту и студентам выступили депутаты, представители МВД, Следственного комитета, судов, антимонопольной службы и других ведомств в Челябинске. На сцене наградили преподавателей и ветеранов юридического института. И действительно, за эти 30 лет, когда в университетах появилась кафедра, посвященная юриспруденции, эта структура, она преобразилась, очень активно развивалась, сегодня мы ее увидели в ролике, она действительно впиталась в себе все самые лучшие традиции юридического образования России, при умноженных и сегодня является одним из лидеров юридического образования в нашей стране. Я вас всех с этим поздравляю, поздравляю с 30-летием, Желаю вам крепкого здоровья, талантливых, ярких студентов, новых возможностей и достижения новых высот. С праздником! За 30 лет мы стали безусловными лидерами, или точнее, корректнее сказать, входим в число лидеров юридического образования в регионе. Мы очень заметны и очень значимы в российской юридической науке. У нас замечательный преподавательский состав, у нас самый лучший в мире степени. Юридический институт в настоящее время объединяет НОЦ, экспертные технологии, Центр практической юриспруденции, юридическую клинику, криминалистическую лабораторию и семь кафедр. Профессорско-преподавательский состав представлен как докторами и кандидатами юридических наук, так и практиками, руководителями региональных государственных служб, судей Челябинского арбитражного суда. Количество обучающихся института – более трех тысяч. На праздничном мероприятии представители судов и ведомств отметили высокую подготовленность студентов ЮРГУ и их профессионализм в работе, которые ранее проявились во время прохождения учебной практики. Мы постоянно сотрудничаем со студентами ЮРГУ, именно со студентами юридического института, которые у нас на постоянной основе проходят практику, пишут дипломные работы. Также после окончания института приходят к нам работать в экспертно-криминалистический центр, работают в отделах полиции ОМВД России по городу Челябинску, в частности у нас в Калининском работают, в Курчатовском, именно выпускники. Степень подготовленности, скажем так, высокая, высокая степень. Грамотные приходят студенты, окончившие именно юридический институт Южноуральского государственного университета. Я вам скажу, нам очень нравится, и мы ждем выпускников юридического института на работу. На празднике выступили творческие коллективы, а также ансамбль «Время-Чех» главного управления МВД России по Челябинской области. В ЮРГУ прошел университетский этап Всероссийского конкурса «Студенческий лидер-2023». Подробности смотрите в нашем сюжете. ЮРГУ подвел в итоге традиционного конкурса «Студенческий лидер ЮРГУ». Конкурс проходит на университетском, областном, окружном и всероссийском уровнях. Победители представят наш университет на следующих этапах конкурса. Актуальность данного мероприятия для университета со стороны студентов – это возможность заявить о себе как в командном сочете, если мы говорим про соревнования студенческих советов и студенческих объединений, и в итоге это приведет к выбору лучшей студенческой организации, так и персонально заявить опять же о себе и поучаствовать в соревнованиях с такими же лидерами студенческой жизни, как среди первокурсников в итоге будет выбран младший студенческий лидер, так и среди старшекурсников от второго курса и выше. И, собственно говоря, активность, которую мы видим в этом году, она говорит о том, что, ну, собственно, актуальность, она вот, она и собой, и себя и подтверждает. У нас 11 команд среди студенческих организаций, и 17 человек среди тех, кто будет принимать участие, вот, соревнуваясь персонально. Конкурс проходил на протяжении двух дней. В первый день провели конкурсы для номинантов на лучшую студенческую организацию. Во второй – студенческий лидер ЮРГУ и молодой студенческий лидер. От этого конкурса я жду команды образования. Какое бы рейтинг у нас не было по итогу, я уже очень рада, что моя команда в этом поучаствовала, что они помогали, включались, готовились вместе со мной. И какое бы место они не заняли, мы не заняли, я все равно их очень ценю и люблю. В этом году организаторы вернулись к традиционному формату проведения конкурса, вернув в перечень номинаций «Лучшее студенческое объединение». Организаторы отметили, что по сравнению с прошлым годом прирост участников составил 70%. Настоящий студенческий лидер – это должен быть человек уверенный, который четко знает, чего он хочет. И куда он готов привести команду. Это человек, который готов помогать студентам, причем делать это на безвозмездной основе, потому что он является тем человеком, который готов помогать и делает это во благо развития студенчества. Победителями конкурса «Студенческий лидер ЮРГУ» в этом году стали Кирилл Вагапов в номинации «Младший студенческий лидер», Студенческий совет «Илимк» в номинации «Лучшая студенческая организация» и Марина Медведчикова в номинации «Лучший студенческий лидер». Это не было неожиданностью, потому что я примерно понимала, что я в тройке, но все равно это было безумно приятно. Конкурс «Студенческий лидер ЮРГУ-2023» проводится профсоюзной организацией Южно-Уральского государственного университета, управлением по внеучебной работе и объединенным советом обучающихся. Всего за право называться студенческим лидером ЮРГУ в этом году поборолось 72 студента. На базе юридического института ЮРГУ окажут юридическую помощь для студентов. В ее рамках для учащихся проведут правовые консультации. 31 марта, в день оказания бесплатной юридической помощи, на базе юридического института ЮРГУ начала работу юридическая клиника для студентов. Юридическая клиника существовала и раньше, однако бесплатно получить консультацию юриста могли только незащищенные категории населения, из которых только 1% являлись студентами. Теперь бесплатную правовую помощь могут получить все студенты Южноуральского государственного университета. Отметим, что подобного проекта нет ни в одном вузе России. Мы видим, что наши студенты очень много обращаются к юридической помощи и обращаются в разные инстанции, в том числе и в руководство университета. И вот эта потребность, она, наверное, во время пандемии, постпандемийный период и за прошедший календарный год, она действительно существенно выросла. И появилась такая идея, что надо дать студентам некую такую юридическую консультацию, некий такой консультационный центр. Оказывать юридическую помощь будут студенты-юристы старших курсов под руководством преподавателей и практикующих адвокатов. Список вопросов, с которыми могут обратиться студенты, довольно обширный. Это темы, связанные с СВО, защитой прав потребителей, жилищно-коммунальными вопросами, трудовыми и семейными спорами, предоставлениями мер социальной поддержки. Мы этот проект очень поддерживаем, потому что понимаем, что это полезно не только для студентов, которые получают в настоящее время профессию юриста, но и для каждого студента, который еще, возможно, не имеет того достаточного жизненного опыта, чтобы самостоятельно решить свои проблемы и защитить свои права. И это такое взаимовыгодное, получается, сотрудничество. Обратиться за бесплатной юридической помощью вы можете онлайн через личный кабинет универеса. Если вопрос слишком сложный и требует дополнительной проработки, консультант может назначить очную встречу. На сегодня это все новости. Берегите себя и будьте здоровы. Смотрите выпуски новостей в социальной сети ВКонтакте, на видеохостингах Ютуб и Рутуб, а также платформе Яндекс.Дзен. До встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok